Куда пойти учиться? Этим вопросом задаются все выпускники школ. Кто-то выбирает колледжи, а кто-то целенаправленно движется к высшему образованию. Леновский государственный университет предлагает самую широкую палитру профессий – от радиофизикам до актёрам. В этом году появилось новое направление – стоматология. Спрос большой – более 180 поданных заявлений за первые дни приёмной кампании. Но поступить смогут только 100 желающих. Стоимость обучения – почти 150 тысяч в год. Этой специальности раньше в Уленовске не было. Благодаря активной деятельности университета, она в этом году лицензирована, успешно лицензирована, мы начинаем работать. Дело в том, что у нас ранее у университета был опыт взаимодействия с Самарским государственным университетом, когда ещё были возможны такие совместные программы. И мы совместно готовили стоматологов, но это уже было около 10 лет назад. В следующем году абитуриентов ждут на ещё одно интересное направление – ландшафтная архитектура. Пока предположительно для поступления нужны будут баллы ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии. Но самые востребованные специальности из года в год не меняются. На первом месте всегда у нас лечебное дело. Ежегодно, уже не первый год, больше тысячи заявлений на эту специальность. В прошлом году было 1100. Второе место делят юриспруденция и экономические специальности. Их несколько – это экономика и экономическая безопасность, государственное муниципальное управление, менеджмент. Вот на каждую из них подают около 300 заявлений. Регион богат профильными вузами, которые тоже идут в ногу со временем и добавляют актуальные направления подготовки. Ульяновский государственный технический университет открыл сразу несколько специальностей, связанных с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект – робототехника-сенсорика. Искусственный интеллект и бизнес-аналитика. Искусственный интеллект и предиктивная аналитика. Готовятся к набору и на управление медиакоммуникациями, управление безопасностью телекоммуникационных систем и сетей. Также с этого года мы запускаем новую программу. Это направление математическое обеспечение администрирования информационных систем, которое запускается на кафедре прикладной математики и информатики. Это направление связано, во-первых, с математическим моделированием, и второе – это администрирование информационных систем. Но под администрированием следует понимать не только настройку операционных систем, установку программ, это администрирование сложнейших программных комплексов. Современные администраторы, их еще называют девопсами, это люди, которые управляют парком из нескольких сотен компьютеров. Основной фишкой Ульяновского педагогического университета является двойной профиль подготовки. Один диплом, две специальности. Так, из новых программ «Русский язык» – дополнительное образование, медиатворчество. Поступившие на эту специальность смогут работать с филологами и журналистами. Новое направление и на магистратуре юриспруденция – уголовное право. Самыми популярными специальностями из года в год являются языковые – от китайского до русского. В этом году у нас открыты новые программы на среднее профессиональное образование, правоохранительная деятельность и дошкольное образование. Уже у нас 50 заявлений. Оставили ребята оригиналы на базе 11 классов и на внебюджетной основе. Напомним, что приемная кампания стартовала 20 июня. Подать документы можно очно в приемной комиссии ВУЗа или через портал Госуслуг. Сервис принимает заявления не только на бюджет и платное отделение, но и на целевые и льготные места. Оригинал аттестата тоже можно загрузить онлайн. Светлана Карпухина, Данил Сурков, Герман Баранов, Управда ТВ.